Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал. В студии Алена Мальцева сейчас о главных событиях в стране и мире за сегодняшний день. Верховная Рада утвердила законопроект, который предполагает увеличение численности вооруженных сил Украины. Напомню, проект закона внес парламент-президент. Документ предусматривает увеличение численного состава до 250 тысяч человек, из которых 204 тысячи военнослужащие. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, будут созданы два управления оперативного командования, 11 бригад, 4 полка, 18 батальонов, 16 отдельных рот и 12 взводов разного назначения. Замминистра обороны Петр Мехет, представляя законопроект, отметил, в особый период численность вооруженных сил Украины увеличивается на количество личного состава, призванного на военную службу в рамках мобилизации. Кроме того, украинский парламент разрешил засчитывать мобилизованным время, проведенное на службе в стаж. Это даст им право получать пенсию на льготных условиях. Граждане, призванные на военную службу до внесения изменений в закон, могут рассчитывать на пенсию на льготных условиях, если на момент призыва получали образование или занимали должность, предусматривающую назначение пенсии на льготных условиях. Кроме того, Верховная Рада утвердила новый выходной в День защитника Украины 14 октября. А тем временем в зоне АТО завершился отвод 100-мм орудий от линии соприкосновения и сейчас продолжают отводить тяжелые вооружения калибром 152 мм. Таким образом, Украина выполняет подписанные в Минске мирные договоренности. Верховные силы Украины готовы с завтрашнего дня начать отводить реактивные системы залпового огня «Ураган». Передислокация тяжелого оружия на подготовленной мейданчике происходит под постоянным наблюдением мониторинговой группы ОБСЕ и представителей украинских и международных средств массовой информации. Но в случае любых испытаний наступа боевиков командования готовы оперативно повернуть технику на боевые позиции и отбить атаку. В однажды противник проводит активное перемещение своих сил, в частности, на Волновасском направлении. А также пытается приховать оружие и вооружение технику в ангарах и сховищах. Группование боевиков наращивается на всех основных направлениях противостояния. Длится изменение противопозиций на подконтрольных им территориях поблизости города Донецка. В Южной Корее местный националист напал на посла США Марка Липерта. Дипломат получил резанные раны лица и рук маленьким ножом для фруктов. Он доставлен в больницу, опасности для жизни нет. Нападавший задержан. Власти обещают провести тщательное расследование и приложить все усилия для защиты иностранных дипломатов и зданий посольств. «Наше правительство испытывает шок и глубокое сожаление из-за нападения на посла США в Южной Корее Марка Липерта, произошедшего сегодня утром. Эта атака абсолютно неприемлема, по каким бы причинам ее ни совершили. Мы расцениваем это особенно серьезно, поскольку это произошло с послом нашего самого главного союзника Соединенных Штатов». Посол направлялся на форум, где должны были обсуждать воссоединение двух Корей. Нападавшим оказался 55-летний кореец. Он был одет в традиционную одежду и кричал, что Северная и Южная Кореи должны объединиться. Липерт вступил в должность посла в ноябре прошлого года. Давно живет в Сеуле и известен открытым характером. Активен в Твиттере, его часто можно увидеть гуляющим собакой по улицам Сеула. Недавно у Липерта родился сын, и ему дали корейское второе имя. Каковы были мотивы нападавшего, неизвестно. За неделю в Средиземном море спасены более тысячи беженцев из Северной Африки. По меньшей мере, 10 мигрантов погибли после того, как перевернулась их резиновая лодка. Все они пытались добраться до берегов Италии. Их подобрали службы береговой охраны Италии и Туниса. В последние месяцы число беженцев увеличивается. Это жители Сирии, которые спасаются от гражданской войны, граждане Ритреи, где продолжается военное противостояние, а также ливийцы, палестинцы и тунисцы. Число лодок с мигрантами, которые устремляются к берегам Италии, в этом году достигло рекордного уровня. За два месяца года уже почти 8 тысяч. Это больше, чем на треть превышает число лодок за такой же период прошлого года. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщает, в 2014 году Средиземное море на лодках пересекли 218 тысяч мигрантов. Из них 3,5 тысячи погибли в опасном путешествии. Куба и Евросоюз начали третий раунд переговоров в Гаване. Они намерены увеличить товарооборот и объем инвестиций, а также наладить политический диалог. Это произошло после того, как стороны уладили противоречия, ставшие причиной приостановки предыдущих переговоров. Евросоюз уже является крупнейшим иностранным инвестором Кубы. Европейские чиновники говорят, предложенный договор обеспечит Брюсселю большую роль в проведении реформ на Кубе и позволит европейским компаниям зайти на рынок. Кроме того, ЕС надеется, что сможет продвигать в стране политические свободы. Еврочиновники говорят, в прошлом году Гавана не была готова начать переговоры, поскольку на повестке дня были вопросы нарушения прав человека. Пока неизвестно, готовы ли власти Кубы поднимать эти темы в ходе текущих переговоров. Однако Евросоюз дал понять, что права человека – одно из ключевых требований для диалога. Напомню, недавно Куба начала переговорный процесс и с Соединенными Штатами Америки. Украинским аграриям станет проще работать. Добровольный принцип выдачи карантинного сертификата и сокращения срока выдачи фитосанитарного уменьшат коррупцию и упростят условия ведения бизнеса. Соответствующие изменения одобрило правительство. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Владимир Лапа. Замминистра напомнил, согласно постановлению, документы предоставляются добровольно, следовательно, требования контролирующих органов предоставить их незаконны. Владимир Лапа добавил, новые правила позволяют аграриям направлять сэкономленные средства на развитие хозяйства и сельских территорий. Сокращение времени проведения фитосанитарной экспертизы позволит аграриям сохранить около миллиарда гривен. Тем временем, Нацбанк вводит в оборот купюру нового образца номиналом 100 гривен. Соответствующее постановление НБУ разослал под банковской системе. Новая купюра начнет ходить с 9 марта. Словакии решили помочь Украине добывать больше углеводородов. Национальная акционерная компания «Надра Украины» и словацкая газодобывающая компания «Нафта» намерены увеличить объемы добычи сырья в Украине. Начальный этап проекта стартует в западных регионах страны на территории деятельности дочернего предприятия «Надра Украины» – «Западукргеология». Тем временем в Нидерландах сокращают добычу газа на Гронингенском месторождении. Работы там стали причиной землетрясения. Искусственно вызванные катаклизмы повредили десятки древних церквей. Подробнее в следующем сюжете. Эта церковь стоит в одной из нидерландских деревень в провинции Гронинген с 8 века. Ее стены и потолок прорезали трещины. Но произошло это не под влиянием времени, а из-за землетрясений, причем вызванных искусственно. Как говорят эксперты, катаклизмы вызваны тем, что в районе добывают природный газ. Это разрушает многие старинные храмы. «Мы не можем потерять подобные здания. Политикам надо обращать внимание именно на это, а не рассматривать проблему с позиции экономики. Купить можно много вещей, но деньги не заменят это здание, его оригинальность. Мы можем разрушить его и отстроить заново. Но тогда у нас не останется средневековья». Гронингенское газовое месторождение крупнейшее в Европе. Голубое топливо здесь добывают с 1963 года. Землетрясения начались в 90-х годах. А в конце 2000-х участились и стали сильнее. Ученые говорят, причина возможной кроется в использовании технологии гидроразрыва пласта. «Мы знаем с начала 90-х годов, что есть связь между добычей газа и землетрясениями. Но газ играет важную роль в энергетическом балансе страны. Примерно 98% нидерландских семей подключены к газопроводу Гронингена. Это важно и для них, и для нашей экономики». Землетрясения в Гронингене мощными, конечно, не назовешь. Но они происходят близко к поверхности земли, поэтому повреждают каменные здания и кирпичные дома. В итоге из 50 церквей провинции Гронинген пострадали уже 40. В августе 2012 года местный город Хёйзинге пережил землетрясение силой 3,6 балла. После этого добычу газа в Гронингене решили сокращать. Министр экономики Нидерландов принял решение уменьшить объемы добычи голубого топлива на месторождении на 16,5 млрд кубометров уже в первой половине текущего года. К концу 2015-го эта цифра, вероятно, увеличится вдвое. А вот голландские пекари тем временем практикуются в маркетинге. Пока в Гронингене сокращают добычу газа, в городке Пюрмерент ловят уже ставшего знаменитым филина-агрессора. Булочники не растерялись и придумали, как заработать на этой истории. Они испекли кексы в виде птицы. Филины со сливочным кремом, марципаном, шоколадом и сахарной глазурью распродаются мгновенно. Они пользуются спросом. Сложно удержать их на полках. Люди приезжают за этими кексами издалека. Может быть, заодно хотят бросить вызов опасности. В новостях в США и Азии показали эту историю как страшилку. Напомню, Фили начал нападать на жителей Пюрмеренда в Нидерландах еще несколько недель назад. Пострадали около 20 человек. Некоторым даже пришлось обратиться в больницу. Но разрешение на поимку птицы местные власти смогли согласовать совсем недавно, поскольку филины этого вида находятся под охраной. Как именно и где ловят, не разглашают, чтобы избежать зевак. Ранее сообщалось, что для спецоперации могут привлечь соколиного охотника. Ну а пока местные жители в целях безопасности с наступлением темноты продолжают ходить с зонтиками. Женевский автосалон представил оригинальные дизайн-концепты. Один из них презентует компания «Ринспид». Это роботизированный автомобиль. Он оснащен необычным рулем и умным автопилотом. Подробнее о последних авторазработках смотрите далее. Швейцарская компания «Ринспид», известная своими незаурядными идеями, представила на Женевском автосалоне новое удивительное детище – концепт-кар «Бадди». Машина построена на базе ретромобиля BMW i3. В ее салоне царит едва ли не фантастическое будущее. Рулевая колонка особой конструкции с легкостью перемещается от водителя к пассажиру, а значит, любой из них может управлять автомобилем. При желании можно довериться умной машине, и она самостоятельно доставит вас по заданному адресу. «Особенность «Бадди» в установленном здесь манипуляторе. Это символ робомобилей будущего, которое наступит, возможно, через 5-10 лет. Теоретически он может быть и праворульным, и леворульным автомобилем. Руль также можно сложить, и машина поедет самостоятельно». Но на этом новаторские идеи создателей не заканчиваются. Они позиционируют свой концепт-кар как друга на колесах. И дело здесь не в любви к автомобилям. Просто эта машина подстраивается под водителя, запоминает, как он настраивает сидение, какую предпочитает температуру в салоне и какая музыка ему нравится больше. «Умный робомобиль» также запомнит рабочий адрес своего хозяина. «Это новая технология, и мы только начинаем привыкать к ней. Это как интернет, появившийся 20 лет назад. Тогда тоже было немного страшно. Сегодня аборигены цифрового мира ничего другого, кроме интернета, не знают. Это вопрос адаптации поколений. И я уверен, что наши внуки однажды скажут, «Дедушка, вы были водителями, водили автобусы. Надо же, сейчас машины это делают сами». Автопилот управляет машиной, основываясь на данных лазерного сканера, закрепленного на телескопической штанге. Видеокамеры высокого разрешения создают трёхмерное изображение окружающей среды. Автопилот знает обо всех препятствиях на дороге, а также об изменениях дорожного покрытия. По словам разработчиков, всё это гарантирует пассажирам безопасность передвижения. Это были главные события жизни мира и Украины на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире.